Друзья, всем большой привет! Испанцы – это не только вечная сиеста, фиеста, фламенко и хамон. Еще испанцы – прекрасные ученые, новаторы и продолжатели гениальных идей, подарившие этому миру несколько очень важных изобретений, которые, собственно, этот мир изменили. И сегодня я вам о них расскажу. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. И самое первое изобретение, о котором я хочу вам рассказать – это бесконтактная швабра. Ее изобрел в 1956 году испанец Мануэль Халон, запатентовав и открыв предприятие под названием «Родекс». Офицер военно-воздушных сил и испанский инженер Мануэль Халон в начале своей карьеры даже не помышлял о создании швабры. Он мечтал о гораздо более масштабных изобретениях, например, строить самолеты или ракеты. Но, как говорится, человек только предполагает. Поэтому Мануэль Халон создал швабру с аджимом. До середины 50-х годов прошлого века чистоплотные испанские хозяйки орудовали исключительно тряпкой. Мануэль Халон не раз видел, каких трудов стоит женщинам идеальная чистота в доме. Боль в спине и коленях, обожженная хлоркой кожа на руках. Но как тут не посочувствуешь? Так случилось, что по долгу службы испанец проходил военную учебу на авиабазе США. И случайно обратил внимание на то, каким образом американские рабочие чистят авиационные ангары от капающего на пол масла. Большими щетками с намотанными на них тряпками, отжимаемыми при помощи роликов. Вдохновленный увиденным, Халон привез эту идею в Испанию, где разработал новый инструмент до башни и уборки. Оно представляло собой ведро с двумя деревянными валиками и самую обычную палку, к которой присоединялся моток веревок. Все, что нужно было сделать хозяйке, нажать педаль, чтобы привести валики в действие, что позволяло не выжимать текстильную часть швабры руками. Вы нуждаетесь в швабре Родекс, вы будете от нее в восторге, утверждала реклама нового изобретения. По задумке Халона новинку назвали Лавасуэлос, что в переводе с испанского означает «она моет полы». Однако, один из будущих компаньонов Халона предложил использовать для изобретения другое слово – фрегона. Так раньше в Испании пренебрежительно называли женщин, работающих уборщицами, когда не было никаких технических достижений, облегчающих этот тяжелый труд. Например, у Сервантеса есть новелла «Ла люстре фрегона» или «Высокородная судомойка», опубликованная в 1613 году. Изобретенное устройство, позволявшее мыть пол стоя, не только защищало женское достоинство. Это также означало, что теперь женщины не будут страдать от болей в коленях и позвоночнике, не говоря уже о многочисленных поражениях кожи, которые они получали, используя различные химические средства, когда мыли пол тряпкой. Идея прижилась, и именно под названием фрегона швабра испанского офицера прочно вошла в испанский лексикон. Чуть позже Халон вместо валиков придумал сделать в ведре отверстие для отжима. Такое ведро, кстати, используется до сих пор. Новинка оказалась так хороша, что в конце 1950-х годов, уезжая из Испании, туристы и эмигранты увозили с собой не веера и хамон, а швабры, что, конечно, шло бизнесу на пользу. На протяжении 30 лет компания экспортировала товар более чем в 40 стран мира и продала более 60 миллионов швабр, заметно облегчив женщинам тяжелую домашнюю рутину, улучшив качество их жизни, а также всем тем, кто сегодня работает в сфере клининга. И следующее изобретение – это всем известная конфета на палочке – чупа-чупс. Одноименная испанская компания была основана в 1958 году Энриком Бернатом в сообществе Астурия, что на севере Испании. По легенде, на создание идеальной конфеты сеньора Берната подтолкнули наблюдение. Он не раз видел, как матери ругают своих детей за то, что их руки и одежда перепачканы липкими леденцами, и пришел к выводу о том, что дизайн сладостей в Испании тех времен явно не был ориентирован на их главных потребителей – детей. Тогда будущий создатель чупа-чупс подумал, как было бы здорово угощаться карамелькой, не прикасаясь к ней, будто с вилки. Так на свет родился легендарный испанский шарообразный леденец. Новый продукт назвали в испанском духе – гол. Круглый леденец, похожий на мяч, попадал в рот, словно в ворота. Однако название оказалось слишком простым, и вскоре его сменили на более оригинальное «чупс» от испанского глагола «чупар», означающего «сосать». Для рекламной кампании была создана песня, которую по несколько раз на дню крутили по радио. Рекламный слоган призывал «чупа-чупс», дословно «соси чупс». Он стал настолько популярным, что покупатели приняли его за название леденца и стали просить в магазинах «ун чупачус». И с 1961 года он официально стал продаваться под этим названием. При распространении товара компания «чупа-чупс» инструктировала владельцев магазинов размещать леденцы около кассы, где до них могли дотянуться дети, а не позади прилавка, как это было принято в те времена. До сих пор «чупа-чупсы» продаются именно так. Кстати, логотип «чупа-чупс» создал в 1969 году всем известный испанский сюрреалист Сальвадор Дали. Меньше чем за час он нарисовал его на бумажной салфетке. И именно этот рисунок, кстати, вдохновленный цветами испанского флага, и лег в основу всем известного изображения. За работу неординарного художника сеньор Бернар заплатил аж миллионный счет, но нисколько об этом не пожалел, ибо знал, что работа такого великого художника, несомненно, продвинет его леденец на рынке сладостей. Также Дали предложил революционную задумку – разместить логотип не сбоку, как это делалось обычно, а на верхней части леденца. Так название сразу же бросалось в глаза и легко читалось. Сегодня название «чупа-чупс» стало нарицательным. По аналогии с «памперс» вместо «подгузник» или «ксерокс» вместо копировального аппарата. Так называют все шарообразные леденцы на палочке, вне зависимости от производителя. Кстати, именно «чупа-чупс» стал первым леденцом на палочке, побывавшим в космосе. В 1995 году на борту российской станции «Мир». Россия, в которой компания «чупа-чупс» открыла свой завод в 1989 году, является одним из основных рынков сбыта этих леденцов. Жил в Испании еще один гениальный изобретатель. Его звали Леонардо Торрес Кеведо, который подарил этому миру множество гениальных изобретений. И самая известная из них – канатная дорога. Ее первый прототип он построил еще в 1887 году, создав оригинальную конструкцию, состоящую из нескольких тросов. Изобретатель оформил на нее патент, который впоследствии лег в основу канатных дорог, построенных в США, Германии, Великобритании, Швейцарии и других странах. Самая первая канатная дорога протяженностью 280 метров была построена Торресом Кеведо у себя на родине в испанском городе Сан-Себастьян в 1907 году. Весьма новаторская для того времени инициатива упрощала подъем на гору богатых туристов и позволяла им с вершины любоваться панорамой. Путешествие длилось чуть больше трех минут, а в корзине помещалось 18 человек. Канатка была оснащена системой защиты, которая в случае обрыва одного из кабелей, поддерживающих кабинку, предотвращала коллапс всей системы. В 1916 году одна североамериканская компания заключила с испанским инженером договор на установку аналогичной канатной дороги в Ниагарском ущелье в Канаде, которая проработала без единого происшествия за всю свою историю и действует по сей день. Также Торрес Кеведо изобрел первый в мире дирижабль, удобный в транспортировке. Его конструкция обеспечивала жесткость дирижабля после надувания, но могла складываться для сбора и хранения. Изобретение удачно применялось во Франции и Великобритании во время Первой мировой войны. Среди изобретений испанского Леонардо да Винчи, как его еще называют в Испании, система дистанционного радиоуправления, алгебраические машины, шахматный автомат и множество других разработок. Торрес Кеведо действительно был гениальнейшим изобретателем своего времени, изобретениями которого мы пользуемся и по сей день. И следующее испанское изобретение – это одноразовый шприц. Первый прибор для введения инъекций был придуман еще в XIX веке, но он был стеклянный и требовал стерилизации после каждого применения. Многоразовый шприц использовали вплоть до 1956 года, когда новозеландский ветеринар Колин Мердок разработал и запатентовал одноразовую модель пластикового шприца, что было вызвано потребностью в безопасной вакцинации домашнего скота. На создание инъекционного прибора его подтолкнул принцип работы автоматической ручки. Когда Мердок представил свое изобретение Министерству здравоохранения Новой Зеландии, его идея не увенчалась успехом, так как была сочтена слишком футуристической. И только спустя несколько лет его шприц был признан мировым сообществом. Примечательно, что изобретателем одноразового шприца его считают только в англосаксонском мире. Испанцы, например, с этим категорически не согласны, ибо изобретение Мердока было по сути не одноразовым шприцем, а устройством в форме пистолета. Во-вторых, оно предназначалось только для прививки животных и уже имело внутри вакцину. Изобретателем пластикового шприца одноразового применения Испания считает уже упомянутого выше Мануэля Халона, того самого изобретателя швабры в погонах. И пока Мердок изобретал свой первый шприц и боролся с бюрократией, Халон изобретал устройство, облегчившее жизнь всех женщин в мире. И только в 1973 году Халон изобрел и запатентовал самый тонкий и самый прочный одноразовый пластиковый шприц в мире, именно такой, каким мы знаем его в наши дни. Особенностью испанского шприца является индивидуальная упаковка, конструкция с закругленными краями, обеспечивающая безопасность и простоту использования. А также усовершенствованная система, позволяющая избежать засорения, что часто случалось со стеклянными шприцами. Также Халон заменил металлическое основание игл на пластиковое. А еще он сделал стенки шприца из более тонких пластиковых полимеров, которые легко разлагаются после использования. Это очень важно для экологии, поскольку по всему миру было произведено более 20 миллионов таких шприцев. В 1979 году Мануэль Халон открыл фабрику Faber Sanitas и стал экспортировать свое изобретение в более чем 50 стран мира. В 80-е годы прошлого века спрос на испанский шприц был настолько велик, что предприятию пришлось создавать производственные мощности в таких странах, как Китай, Индия, Турция и Россия. В середине 80-х годов запатентованный бренд был куплен транснациональной корпорацией Бектон & Диккенсен. И сегодня она по-прежнему является крупнейшей компанией, произведя около 20 миллиардов шприцев ежегодно. И если с помощью швабры Мануэль Халон произвел революцию в жизни женщин, то изобретенный им одноразовый шприц спас жизни бесчисленному количеству людей, радикально снизив вероятность передачи инфекций и сделав доступным вакцинирование, особенно жителей стран третьего мира. Друзья, мы сегодня приехали в Музей аэронаптики и астронаптики, чтобы не только рассказать, но и показать об еще одном важном испанском изобретении. Сзади меня находится гироплан или автожир от испанского Аутухиро, изобретенный испанцем Хуаном де ла Сербе в 1920 году. Свой первый полет этот летательный аппарат совершил в 1923 году. Автожир был изобретен с целью повышения безопасности, зарождающейся в Испании авиации, терпевшей множество аварий и закрушения самолетов. Гениальному изобретателю удалось этого добиться, создав на сегодняшний день, как считают специалисты, самый безопасный летательный аппарат. Я нашла в испанской фильмотеке записи самого первого полета автожира Хуана де ла Сербе, который прошел 31 января 1923 года в Мадриде. Увлеченный миром воздухоплавания с детства Хуан де ла Сербе рос, мечтая проектировать самолеты. Уже в 16 лет на последнем году обучения будущий инженер построил самолет Биплан, но во время летных испытаний он заглох и разбился. Именно эта авария, собственно, и помогла молодому изобретателю задуматься над самой большой проблемой самолетов в то время, последствиями потери скорости и своим изобретением решить ее. Разница между обычным самолетом и автожиром в том, что большая часть подъемной силы приходится не на подвижные крылья, а на несущий винт, который при вращении становится движущимся крылом, выполняя тем самым функцию парашюта, позволяя гироплану спускаться медленно и плавно. Это как раз то, чем и отличается гироплан от самолета, потому что самолет не обладает такой способностью. Juan de la Serba основал компанию Auto Hero Serba, создав свою первую двухместную модель автожира. После успешного международного турне его автожир S30 стал продаваться среди прочих в таких странах, как Аргентина, Австрия и Советский Союз. А эта модель автожира C30 самая популярная у Juan de la Serba. Вот она. Именно на нее он продал патенты в разные страны. И именно ее выпускали и продавали, в том числе и в Советском Союзе. Слава инженера и интерес в использовании его патента распространялась как лесной пожар. И в конце 1920-1930-х годов Juan de la Serba был самым известным испанцем в мире, особенно в США. Испанские и зарубежные газеты писали об изобретенном им гироплане, об успешных полетах и революции, которую гениальный изобретатель произвел в авиации тех лет. На этих кадрах мы видим Juan de la Serba и пилота, который впервые испытал его автожир. Судя по кадрам, которые мы видим, у автожира совершенно легкая конструкция, что абсолютно спокойно позволяет передвигать ее нескольким людям. А вот здесь мы можем видеть, как Juan de la Serba усаживает в автожир свою жену, надевает ей очки авиаторы и после вместе с ней на борту демонстрирует публике полет своего изобретения. Только подумайте, а ведь этим кадрам уже более ста лет. А на этих кадрах Juan de la Serba сажает в автожир своих детишек, которым, конечно же, невероятно любопытен этот чудо-летательный аппарат. Кстати, по одному случайному совпадению, а может быть и не случайному, Juan de la Serba женился 10 декабря 1919 года. И именно в этот день, год спустя, будет отмечаться праздник Девы Лореты, покровительницы авиации. Кстати, музей астронавтики и аэронавтики, в котором выставлены автожиры Juan de la Serba, находится возле самого первого мадридского аэропорта, который называется «Четыре ветра». Именно на нем проходили самые первые полеты вновь изобретенного автожира. Вот здесь в музее находится удостоверение пилота Juan de la Serba. А это обложка газеты «The Times» про изобретение Juan de la Serba. Также здесь можно увидеть его фотографии. К сожалению, изобретатель гироплана умер рано, в возрасте 41 года. По иронии судьбы, в 1936 году, после успешной презентации новой модели автожира в Англии, он разбился на самолете, выполнявшем рейс «Лондон-Амстердам». Тем не менее, изобретения испанского инженера пользуются популярностью и по сей день. Применение гиропланов в наше время нашлось, например, в спасательных операциях в труднодоступных местах, так как автожир способен произвести посадку на очень малой площади. Также гироплан применяется для туристических полетов, патрулирования газа и нефтепроводов, мониторинга лесных пожаров и охраны границ. А этот вертолет, который долгое время использовался в Советском Союзе, был подарен впоследствии Испанскому музею. И теперь он, собственно, здесь и представлен. Здесь вот, как мы можем видеть, серп и молот, икона 89 написана и СССР. Вот он здесь вот рядышком с вертолетом полиции Испании стоит. Ну такой, симпатичный. Мог бы сниматься в каких-нибудь фильмах. Среди других испанских изобретений также следует упомянуть и инвалидное кресло. Подобие этого устройства можно увидеть еще на рисунках Древнего Китая, Греции, Египта. Однако это были скорее ручные тележки или колесницы, в которых можно было возить как вещи, так и человека. Например, на фрагменте картины «Источник молодости», написанной в 1546 году немецким художником Лукасом Кранахом Старшим, мы видим, как мужчина везет пожилую женщину в тележке. Существует документальное подтверждение того, что в конце XVI века, а именно в 1595 году, для короля Испании Филиппа II было разработано подвижное кресло с регулируемой спинкой и упорами для ног, так как страдающий подагрой и артритом монарх не мог нормально передвигаться. Я нашла оригинальный чертеж этого кресла. Вот он, как вы можете видеть. Его опубликовал в своей книге под названием «Увлечение». Придворный слуга Филиппа II, его звали Жан Лермит, в 1597 году. Он в этой книге описал свое пребывание в Испании. Изобретатель, имя которого, к сожалению, неизвестно, назвал это кресло креслом инвалида. У него, как вы видите, есть вот здесь вот маленькие колесики и подставка для королевских ног. То есть данное инвалидное кресло, как мы видим, не было самоходным, то есть Филиппа возили все время слуги. Но могу предположить, что даже если бы кресло и было самоходным, самодвижущимся, Филипп все равно бы пользовался услугами своих слуг. В монастыре Элес-Кориаль, резиденции короля Испании Филиппа II, находится кресло подобной конструкции. В нем монарха, у которого сильно болели ноги, везли из Мадрида в Эскориаль. К слову, чтобы преодолеть 60 километров, королевской делегации потребовалось три дня. Филипп II, как и другие астрийские правители, усугубил свою наследственную подагру диетой, в которой пренебрегал овощами и фруктами и в основном концентрировался на мясе. Что, собственно, и стало причиной изобретения инвалидного кресла для правящего монарха. И последнее изобретение, о котором я хочу упомянуть, это первая электрическая подводная лодка, построенная в конце XIX века испанским инженером и морским лейтенантом Исааком Пиралем. Успешно спущенная на воду в 1888 году, она произвела революцию в подводной навигации. Техническое новшество заключалось в том, что грибные винты приводились в движение электромоторами, а в носовой части подлодки был установлен уникальный на тот момент торпедный аппарат. Субмарина могла погружаться на глубину до 300 метров. В ходе проведенных испытаний лодка успешно совершила симуляцию нападения на крейсер ночью, не будучи замеченной, и вернулась в порт без каких-либо повреждений. Тем не менее, на вооружение она принята так и не была. Много лет подводная лодка «Пираль», названная в честь своего изобретателя, находилась на набережной города Картахена и представляла собой необычный памятник фонтан. После ее перевезли в местный военно-морской музей. Исаак Пираль, глубоко разочарованный в своем начальстве, которое не дало ход его проекту, принял решение уйти в отставку со службы на флоте. Он перебрался со всей семьей в Мадрид, основал электрическую компанию и продолжил патентовать свои изобретения, среди которых, например, электрический пулемет и чертежи испанских электростанций. И всю свою жизнь он глубоко верил и надеялся, что когда-нибудь испанское правительство примет на вооружение его подводную лодку. Но, увы, этого не произошло. Как считают современные исследователи, сравнивая первую электрическую подводную лодку с проектами того же периода, Исаак Пираль на голову превосходил своих конкурентов в уникальности и эффективности субмарины. Просто ему не хватило финансовой поддержки, ведь, как известно, мало изобрести. Нужно еще уметь выгодно монетизировать свой проект, чтобы он увидел жизнь. И, к сожалению, не у всех это получается. Но то, что Исаак Пираль внес значительный вклад в зарождение подводной навигации, остается несомненным. Друзья, ну на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео об испанских изобретениях. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и добро пожаловать. Всех вас очень рада видеть. Ну, а я не прощаюсь. До новых встреч! Жил в Испании еще один гениальнейший... Гениальнейший. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова